Вечерний SCP Вечерний SCP Вечерний SCP Вечерний SCP-1002-RU Радио Правда Аномальная радиотрансляция, которая передает различные секретные сведения В том числе и касающиеся фонда SCP Вскоре появились и другие замечательные объекты Кстати, творчество ру-филиала начинается с тысячных номеров не просто так Так получилось, потому что тогда английских объектов было меньше тысячи И изначально предполагалось, что по номерам ру-объекты не будут пересекаться с английскими А будут в общей с ними нумерации, но что-то не сложилось Зато неплохо сложилось со связанными организациями Например, признание получил мясной цирк Который, появившись на ру-филиале, стал упоминаться в объектах основного сайта А позже начался массовый процесс обратного перевода Объекты ру-филиала начали переводить на английский А значит, филиал перестал быть просто сайтом переводов Он стал чем-то большим Полноценной частью всемирного сообщества SCP Более того, ру-филиал был первым среди языковых ответвлений от оригинального сайта SCP Потом уже, к примеру, последовали корейцы Китайцы, поляки и французы И все другие, желающие читать SCP на своем родном языке И писать объекты, основанные на каком-то местном колорите Но так-то именно русскоязычное сообщество первым стукнуло по столу и сказала Что, мол, хотим, чтобы все нашими буквами было написано Еще на сайте появилась такая вещь, как полигон И в отличие от английского сайта На русскоязычном нельзя сразу публиковать свой объект в основное пространство Сначала публикация происходит на полигоне, где объект подвергается критике Возможно, поэтому на ру-филиале не 5500 статей, а всего 400 Но хочется верить, что они более качественные Хочется верить, что это не потому, что на сайте образовалась своя тусовка Со своим определенным представлением о том, что хорошо, что плохо Не пускающая на сайт новых авторов с новыми идеями Так или иначе, в таком неторопливом темпе сайт жил довольно долго Первая тысяча английских объектов была переведена полностью только к середине 2014 года Понемногу начали переводиться объекты из других филиалов Японские, испанские, польские Появлялся и кое-какой уникальный контент Например, подкасты с авторами Оставлю ссылку на них в описании Можете послушать Такое-то погружение в атмосферу сайта тех лет Хоть медленно, но верно контент копился и собирался И уже году где-то к семнадцатому Сайт вырос настолько, что прочесть абсолютно все статьи на нем Стало довольно сложной задачей А сообщество понемногу стало выходить в реальный мир, собираясь на встречи Участвуя в разных мероприятиях Хоть иногда это и приносило проблемы Например, кто-то неудачно нарисовал граффити с логотипом на SCP на свежем асфальте Перед каким-то учебным заведением Чем администрация Онова оказалась настолько недовольна Что аж обратилась к администрации сайта SCP И администрация сайта SCP написала целое обращение Что не надо так делать Конечно, на ру-филиале, скорее всего, никогда не появятся все статьи из оригинального SCP Потому что оригинальный SCP растет вообще невиданными темпами И угнаться за ним, скорее всего, не получится Зато на сайте происходит своя жизнь Делается контент И это прекрасно А все потому, что почти ровно десять лет назад Инициативные люди принесли нам отличную фантастическую вселенную Которой теперь вдохновляются многие художники, разработчики игр, фильмов и многие другие С чем я хочу вас всех и поздравить Такое-то событие Впрочем, в семнадцатом году у сообщества начались некоторые серьезные проблемы Один нехороший человек, лидер группы ArtSCP Подал заявку на регистрацию торговой марки в виде логотипа SCP на себя И при помощи этого знака забрал себе группу ВКонтакте ру-филиала Вернее, URL-адрес На который, кстати, до сих пор ссылаются многие страницы на сайте ру-филиала Подробности этого цирка есть в отдельном плейлисте на этом канале Дело до сих пор тянется И недавно случилось небольшое событие Как бы мне хотелось в такой день рассказать вам об успешном завершении этой истории Но произошло просто очередное заседание в антимонопольном ведомстве Зрителей туда не пустили И, к сожалению, точки в истории не были поставлены Кончилось все тем, что было назначено еще одно заседание На этот раз на август Юрист от SCP представил очередную порцию доказательств Представитель ArtSCP представил А знаете, я вот даже не могу сказать, что говорил представитель ArtSCP Ведь они усиленно делают вид, что ничего не происходит И даже банят людей в своей группе ВКонтакте Когда те просто интересуются происходящим В той группе, которую они по факту отобрали у РУ-сообщества Они же даже свои действия толком объяснить не могут Но зато мы знаем Что представитель ArtSCP прямо в заседании Сравнил символ SCP с изображением символа BDSM сообщества Что хотел нам этим сказать человек от ArtSCP Что мистера Де заставили так поступить И он, забыв стоп-слово, отправился регистрировать торговый знак А после того видео, где он обещал аннулировать этот знак, чтобы прекратить скандал Его Дэнджон Мастер наказал его за такую вольность Потому он отказался от этой затеи Да, наверное, всё так и было Но серьёзно, как понять его поведение? Чувак сделал фигню Навалил каку всему сообществу Попутно отрезав всевозможные перспективы своего бизнеса Потому что, ну, его теперь ненавидят буквально весь мир И теперь вцепился в этот товарный знак Который как камень тянет его на дно И держится за него И главное, ведь уже совсем непонятно зачем Мистер Де, если тебе не позволяет твой Дэджон Мастер Подмигни нам Сделай пост в своей группе Которую ты угнал у сообщества Например, про кого-то из маленьких господ доктора Развлечудова И мы поймём Так или иначе, следующее заседание состоится 20 августа Может, хоть под конец лета эта излишне затянувшаяся история порадует нас развязкой Хотя, конечно же, не порадует Ведь вне зависимости от результата заседания ФАС Будет ещё и отдельный суд по авторским правам Ещё было бы неплохо, если бы ВКонтакт как-то объяснил свои действия Почему этот сервис передал уже раскрученный адрес группы SCP Какому-то чуваку, который зарегистрировал торговую марку Я бы на месте администрации РУССП ещё бы и на ВКонтакт в суд подал Или, по крайней мере, поставил бы под вопрос правомерность самого такого действия Тем временем, дела в сообществе продолжали делаться Прошёл SCP-фест РУ Филиал провёл огромное количество конкурсов На которых было написано впечатляющее число текстов Начали проводиться конкурсы артов На которых появилось множество интересных работ Кстати, по поводу артов Художники из Орбис, которые нарисовали мне персонажа Которого я иногда использую в видео Собираются выпускать сборник артов Или Зин Или что-то вроде комикса В общем, пока не совсем понятно, что это будет конкретно Но кажется, что-то интересное Обязательно расскажу и покажу на этом канале Когда мне что-то пришлют Ещё одна тема, которую мне бы хотелось обсудить Это то, что попадает в тренды Ютуба на тему SCP Впечатлительные люди, конечно, сейчас сидят в оцепенении А у элитариев выпал монокль из глаза И вы, наверное, ждёте Что я начну разносить всё это Но спешу вас успокоить На самом деле это естественный процесс становления популярного тренда Когда широкая публика ещё мало знает о SCP И часто ищет эти три буквы в поиске И такие вот гоняющиеся за хайпом ребята Берут всё самое популярное То, что ищут люди Сваливают в одну кучу И делают подобные ролики Желая ухватить популярность за хвост Конечно, не очень хорошо, что они решили объявить SCP-объектом Ещё одну картинку Тревора Зубастую комнату или смайл-рум Тревору наверняка напишут ещё несколько гневных постов в Твиттере Зато тот факт, что подобные блогеры обращают внимание на SCP Говорит нам о том Что SCP скоро сможет потягаться в популярности с крупными коммерческими франшизами Такие блогеры денно и ночно мониторят движение трендов и поисковые запросы И что SCP начал появляться у таких вот ребят Говорит о том, что SCP начал забираться на самые вершины интернетной славы И это довольно-таки знаковое событие Что развлечение, предлагающее прежде всего чтение Причём довольно объёмное Качественную фантастическую литературу Местами довольно серьёзную Претендует на то, чтобы стать суперпопулярным Обычно эту нишу занимают вещи попроще А это крайне позитивный момент Короче, с десятилетием Ру филиала С надеждой на лучшее Всем пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова